Взрывы в различных районах Крыма, около Севастополя, Балаклавы, Евпатории, Сак и Джанкоя, не прошли незамеченными Министерством обороны России. В СУ атаковали беспилотниками российский полуостров 21 сентября. Сообщается, что атака наносилась перво дронами для перегрузки ПВО, а затем ракетами. По данным СМИ, это была одна из самых массированных атак. Днем были сбиты четыре крылатые ракеты Storm Shadow, а за ночь на всем западном побережье полуострова было сбито 19 украинских БПЛА. Днем ранее, 20 сентября, был нанесен первый удар по Сочи. Момент пролета по цистерне с дизельным топливом рядом с аэропортом попал на видео. По данным СМИ, пожар мог спровоцировать дрон. Это ЛЕН-ТВ-24. Я Гульнара Хабирова расскажу, как Украина всю ночь получала ответные удары. Теперь вот последствия разгребают. Крылатые ракеты русской армии поразили военные объекты в Киеве и области, Черкассах и области, Харькове, Хмельницком, Ровно и области, Ивано-Франковской, Венеце-Львовской и Днепропетровской областях. После первых сообщений о взрывах в Киеве зафиксированы перебои с электроснабжением. Мэр Виталий Кличко заявил, что отдельные микрорайоны Святошинского района остались без воды. Помимо этого возник пожар на территории завода. ВКС России точечным попаданием поразили распределительную станцию Ровненской ТЭЦ. Примерно в половину седьмого утра в Ровно одном из областных центров Западной Украины раздался взрыв. А это результат работы ракетного удара по месту временной дислокации иностранных наемников в Черкассах. Согласно разведданным, на дня в гостиницу Центральную заехало порядка 50 представителей иностранного легиона, которые убывали на временный отдых и перегруппировку. Несколько взрывов прозвучали во Львовской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козецкий. Три ракетных удара были зафиксированы на территории Драгобыча. Два прилета по промышленному объекту, загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада и еще один ракетный удар по частному двухэтажному складу. Еще как минимум двумя ударами поражен на заводе имени Малышева сборочный цех в Харькове. Там производили и ремонтировали танки с бронетехникой для нужд украинской армии. Еще один удар по киевскому режиму нанесла Польша. Официально больше поставок оружия Украине не будет. Но это уже другая история об отношениях Варшавы и Киева расскажу в следующих выпусках. Обязательно подписывайся на наш канал.